Кустами получился? Да! Понравилось? Да! Рыбный суп, салат, гороховое пюре и котлета. Обед в детском саду «Ласточка» как всегда по стандарту. Сегодня в дошкольном учреждении 180 малышей. На питание каждого 94 рубля на день. Это минимальная стоимость. Однако меню по-прежнему остается калорийным и полноценным. Это каши, супы, гарниры, мясные, рыбные, молочные блюда и салаты. Воспитатель первый, кто знает, сколько у него на сегодняшний день будет детей. И даже если есть такие ситуации, что родитель просит, мы опаздываем, но мы будем, воспитатель обязательно включает его на питание. И никак ребенок, опоздавший, не может остаться без питания. Накануне в СМИ появилась информация о том, что опоздавших детей кормить в детских садах не будут. Чтобы получить питание в течение дня, родители должны письменно уведомить воспитателя о причине опоздания. Однако эту информацию опровергают именно в детских садах. Как и ранее, воспитателю необходимо предупредить, что ребенок опаздывает или пропускает завтрак. Но сделать это можно по телефону, а обед и ужин дошкольник получит в обязательном порядке. Я сразу поняла, что это просто некорректная информация, преподнесенная, видимо, родителям, или какое-то недоразумение. Поэтому я считаю, что родители должны с воспитателями более тесно контактировать, общаться и друг друга слышать. Детей, опоздавших в детский сад, будут кормить полноценно. Как и те, кто пришел вовремя, они получат завтрак, обед, полдник и ужин. Несмотря на ужесточение контроля над организацией питания, без еды детей никто оставлять не собирается. Очень вкусно. Предупредить воспитателя об опоздании или отсутствии ребенка в саду – практика давняя. На этом основании сотрудник составит список детей на питание и подаст его на кухню. Если во время ревизии выяснится, что ребенка в саду не было, а в табеле он есть, воспитатели могут серьезно наказать. Заставить родителей делать письменное заявление о том, что ребенок прогуливает сад, воспитатели не могут. Но на человеческое отношение надеются. Катерина Матвеева, Светлана Садовая, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.